всем привет на канале готовим вкусно с вами я павел и хотите знать почему я сижу такой довольный а у меня здесь все испачкана мукой сейчас я вам расскажу я готовил вот такие бомбезные лепешки которые можно разрезать и в них ложит сыр шашлык зелень овощи они раздуваются они как пита внутри готовится очень просто я уже не начал кушать его еще буду кушать короче сезон шашлыков должен быть у каждого сейчас вам расскажу как это сделать посмотрите она просто нежнейшая и вкуснейшая погнали ты тоже хочешь вкусно я вкусно готовлю и так ингредиенты очень простые все что нам понадобится 1 килограмм муки дрожжи с расчета 1 пачечка на 1 килограмм вот у меня такие сах момента это быстро активные дрожжи 400 миллилитров кефира 400 миллилитров воды для начала разведем дрожжи и сделаем так называемую опару в дрожжи выльем примерно 250 миллилитров водички вот так добавим одну чайную ложку сахара теперь хорошенечко вот так все перемешаем до такой однородной массы вода должна быть температуры где-то 35 38 градусов но такая не очень горячая для того чтобы не убить наши дрожжи сюда же добавим пару столовых ложек муки сахар и мука будут как пищевая подкормка для наших дрожжей и у нас должна будет получиться опара все после того как мы размяли дрожжи комочки так плюс-минус слишком тому заморачиваться не стоит даем напутствие им как детям господним размножайтесь и живите на минут 10-15 отставляем в теплое место и вот спустя 15 минут у нас появилась такая замечательная шапочка на наших дрожжах это означает что они уже абсолютно готовы и приступаем дальше теперь опару мы пока в сторону одеваем наши перчаточки тесто у нас будет достаточно живое я конечно не люблю работать в перчатках но мне попутно еще есть дела поэтому чтобы не мыть 300 раз руки воспользуемся все-таки перчатками стоят они недорого и весьма практично берем вот какую-нибудь емкость где мы будем замешивать тесто выливаем еще 250 у каких 200 200 миллилитров воды кефир чека 400 миллилитров 2 и также отправляем сюда нашу опару берем деревянную лопатку нам она нам понадобится также на первом этапе замеса теста и потихонечку начинаем просеивать сюда муку схема простая просеяли где-то там одну третью одну четвертую часть муки и вот так вот лопаточкой начинаем замешивать это нужно для того чтобы более однородная получалась у нас субстанция поменьше было всяких комочков дрожжи полностью распределились по всему объему теста чтобы не было что где-то в комочке больше дрожжей где-то меньше запах такой дрожжи кефир досыпаем еще часть муки практически то что нам нужно добавляем остатки муки тут конечно есть много разных нюансов какая мука была какой кефир сколько нам надо будет всего положить чтобы получилось хорошее живое тесто но если у нас будет слишком густо мы всегда можем добавить чуть-чуть кефира либо чуть-чуть воды так все на этом этапе ложечку мы уже убираем и переходим к ручному замесу теста видите как хорошо тесто липнет а руки будут чистые перчатки сняли и выбросили стоят они там что в районе пары рублей принципе доступно и недорого домешиваем тесто до однородной массы ведь она такой тягучие такое липкое это хорошо это все правильно теперь вот так вот в кучу можно чуть от краев отодрать все тесто готово накрываем его чистым полотенчиком каким-нибудь и ставим в теплое место но часа на полтора-два чтобы она увеличилась в объеме в два раза и так тесту в два раза у меня увеличилась всего буквально за час потому что было достаточно жарко дома и в принципе тесто быстро подошло перестаивать она не должно потому что дрожжи там много напукают и тесто будет таким с кислинкой все что мы делаем дальше тесто у нас здесь рабочую поверхность посыпаем немножечко мукой вот так руки в перчатках без перчаток смазываем растительным маслом так отлично тут мы чуть-чуть вот так поверхность присыпем так тесто выворачиваем видите прям а красота какая добавим немножко растительного масла на поверхность теста и я вот так вот быстренько его обмажем и нужно его поднять слегка то тесто которое прилипает там к доске еще к чему-то можно вот так вот деревянной лопаткой брать и убирать нам необходимо формировать такие кусочки круглые не знаю по размеру вашей сковороды у кого как эти мало масла еще нужно чуть-чуть на руки масло добавить кусочки такие небольшие не знаю грамм по 150 200 можно вот так в муку слегка их подкидывать делать такие шарики уже меньше лет нет вот так такие кусочки делим тестом так обваливаем в муке опа все неплохо уже теперь что мы делаем дальше берем немножко притряхиваем вот так мукой рабочую поверхность берем нашу лепешечку такой инструмент который называется скалка скалку кстати можно тоже обработать слегка маслом растительным чтобы тесто меньше прилипало вот так и раскатываем лепешечки толщиной но у кого как будет получаться я чуть чуть меньше сантиметра делаю вот так эти такая вот толщина теперь попробуем это все пожарить и так разогреваем сковороду желательно брать такую хорошую какую-нибудь плотненькую сковороду с толстым дном но у меня такой нету да и в принципе в турции этот хлеб делают на таких вот тонких листах которые лежат сразу на углях разогреваем сковороду и уложим нашу лепешечку жарим это все абсолютно просто на обычной сухой сковороде тут очень важно не пережарить низ иначе она не будет так подыматься как нам нужно и так низ прихватился переворачиваем жарим еще две-три минутки сейчас будем смотреть на волшебство поскольку жарим на достаточно большом огне не забываем что нужно два-три раза переворачивать в среднем на одну лепешку идет от пяти до восьми минут прижариваем так со всех сторон красиво где-то каждых 30-40 секунд можно переворачивать и так это лепешка у нас готова убираем и настает черед следующий тесто очень нежные ждем 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 минутку 30 секунд переворачиваем только видим что начала поддуваться слегка видите какая итоговая толщина лепешки получается красота же да и так вот такие замечательные у нас лепешки получились я вот уже отгрыз одну там еще целая миска лежит такие они вот пахнут действительности пахнут тандыром тут у меня еще одна уже доготовилась ой такая вот посмотрите ну чем не кайф так что у нас что у нас а у нас квартире газ я вам хотел показать что с ними можно делать а и горячая все еще кстати я их сразу после обычно того как готовлю выкладываю на решетку мажу каким-нибудь маслом сливочным у хорошим смысле каким-нибудь видите они внутри получаются полые как питта и сюда можно заложить ребят это божественно короче это более прохладно и вот если вы поедете на шашлыки этот хлеб можно готовить на каком-нибудь мангале там просто какой-то кусок жести положить да и жарить себе ради бога на углях просто на решетке посмотрите как открывается просто идеально сюда можно положить все что угодно и пахнет это такой я уже попробовал это такой легкая нотка кефира такая кислиночка бомба 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 короче подписывайтесь на канал ставьте лайки обязательно поделитесь этим видео поставьте колокольчик а вот это вам обязательно понравится да слегка сложно в приготовлении но скоро сезон шашлыков и обязательно попробуйте это сделать и у меня еще там ссылочка внизу будет в описании на мое предыдущее видео где я делал хлеб мат на каш который делался чуть чуть попроще а с вами был канал готовим вкусно всем приятного аппетита подписывайтесь делитесь нашими видео нам очень нужна ваша поддержка до встречи